Великие Абай и Лермонтов читают свои стихотворения детям. В одной из алматинских школ учитель внедрила искусственный интеллект в учебный процесс. Такой подход, считают педагоги, позволяет быстрее усваивать программу. Как это работает, узнавала моя коллега Айгуль Мухамбетова. Здравствуйте, ребята. Рад видеть вас сегодня на уроке музыки. Сегодня на уроке хочу поделиться с вами историей стихотворения «Горные вершины». Горные вершины спят во тьме ночной, тихие долины, полны свежей глоби. Услышать стихотворение от первого лица великого Абая Кунанбаева или Михаила Лермонтова имеют возможность ученики 121-й школы Алматы. Искусственный интеллект на своих уроках внедрила педагог Ардака Бельдаева. Говорит, это быстрее погружает детей в учебный процесс. На уроках музыки мы можем погружать детей в том числе и в историю, потому что музыка сопровождала людей в разные времена. Но чтобы это было интереснее, используем разные 3D-элементы. Дети могут переместиться в эпоху Аблайхана, древние времена, и они видят это всё своими глазами на экране. А ещё общаются с великими историческими личностями через искусственный интеллект. Разумеется, такая методика гораздо интереснее, поэтому выполняют дети задания с большим энтузиазмом и не отвлекаются на посторонние занятия. Свой необычный подход в преподавании педагог презентовала на международной конференции учителей музыки, которая прошла в Алматы. Здесь собрались педагоги из Турции, России, Узбекистана и Кыргызстана. Что сегодня нужно в школах и какая должна быть подготовка? Время меняется, и мы должны уметь под него подстраиваться. Здесь мы получаем те знания, изучаем новые методы преподавания, которые будем внедрять и в других школах, университетах. Искусственный интеллект уже давно стал частью учебного процесса в разных странах. В США робот с человеческим лицом читает лекции по философии, а в Европе используют искусственных помощников для учителей. Говорят, в этом есть плюсы, так как робот может и сто, и двести раз объяснить непонятную тему. Учителя уверены, через искусство и новые технологии у детей можно вызвать интересы к другим предметам. Все свои предложения педагоги уместили в специальный сборник, который, по их мнению, должен стать бесценным инструментом и для других преподавателей. Айгуль Мухаммедова, Даулет Кушеев, Алматы, Первый канал Евразия.